Законы единения Представьте, что космос – это большой организм, похожий на обычный организм человека. Люди на Земле плюс все живые и неживые организмы в космосе, плюс высший разум в разных его проявлениях, плюс деструктивные силы. То есть все от Вселенных, Галактик, Звезд и Планет до элементарных частиц – единый разумный организм. Все это называется Творец. Каждый объект в космосе состоит из одних и тех же элементарных частиц. То есть космос – целостный организм, состоящий из множества частей, сходных, но отличающихся частотой вибраций. Если какая-то клетка организма начинает оказывать разрушительное воздействие на себя, чувство вины – не любовь к себе, а своему телу, угрызение за сделанное, в том числе чувство безысходности, чрезмерно ответственность за других. Это называется аутоагрессия. В таком состоянии она запускает программу самоуничтожения. Странно потом удивляться раку или другой тяжелой болезни или несчастным случаем. Почему? Ответ ниже. Если человек, клетка одного организма, космос, посылает разрушительные мысли другому человеку, другой клетки, космос, например, агрессию, гнев, ненависть, злость, обиду, зависть, ревность, раздражение, осуждение, претензии, непринятие выбора другого человека. Это называется поедание, уничтожение соседней клетки. Если человек прокручивает негативный сценарий в своей голове с участием другого человека, например, страх за близкого, который в дороге, то вы все равно разрушаете самого себя, но уже посредованно. Почему так? Потому что вы частица, клеточка космоса, равно как и другой человек. Направляя негативные мысли на другого человека, вы тем самым отрицаете существование другой клетки одного целого организма. А так как мы все живем в одном теле, в космосе, тем самым вы отрицаете самого себя. Важно помнить, что каждая клетка, даже самая плохая, здесь зачем-то нужна. Вселенной видней зачем. От нашего взора скрыт высший замысел. Но его можно узнать определенными методами исследования ее жизнедеятельности, которыми владеет данная идеология. Космос, как главный организм и сценариста истинной реальности, автоматически начинает выправлять больную клетку, которая работает против своего организма, фактически его травит. И творец начинает учить клетку через болезни, несчастные случаи и прочее. Потому что до нее так быстрее доходят. Она начинает задумываться о том, как живет и что делает. Жизнь учит нас шепотом любви, но если мы не слышим этот шепот, нас начинает учить рупором страданий. Страдания исцеляют душу. И если клетка не понимает многочисленных сигналов высшего организма, то она не заботится тем, что убирает ее с плотного плана Земли, чтобы та не отравляла точку в космосе и не отекощала свою дальнейшую судьбу в следующем воплощении. Когда душа попадает в тонкий мир, где она живет между воплощениями, она уже осознает все свои деструктивные поступки и действия, но исправить их может только в следующем воплощении. Именно поэтому важно успеть в этой жизни простить, отпустить, полюбить, стать внутренне свободным от всего низковибрационного, зависимости, ненависти, обид, зависти, злости, раздражения, упреков, претензии и осуждения, ревности, алчности, жажды, насилия, власти. После того, как люди начнут жить осознанно, начнут принимать мир как дружественный, они выйдут на безусловную любовь друг к другу. Далее произойдет объединение людей, вне зависимости от приверженности их к разнообразным мировоззрениям, конфессиям, религиям, национальностям. Задача человечества на ближайшие сто лет стать единой, дружной, космической семьей. Каждый будет осознанно работать на единый организм и единый космический пирог, от которого хватит всем и каждому. Объединение будет основываться на знаниях о высших законах мироздания, подтверждающихся через многократные закономерности бытия. Каждый человек проследит их на своей жизни, и это будет подтверждением истинности этих знаний. И главное, это приведет к выполнению этих правил. На основании использования одного общего метода решения сложных задач для всего человечества. Многочисленные отдельные методики уже даны в данной концепции. Чем уникальны методы данной идеологии? Данная идеология дает человеку знания о законах мироустройства, о законах высшей справедливости, об особенностях мозга и нервной системы человека, о том, как работают инстинкты и гормоны в теле. Эти знания дают индивидуу осознание, а это 50% успеха. Далее нужно просто наработать новую привычку мыслить и действовать. Данная идеология дает конкретные, легкие и действенные методики по наработке позитивного мышления успешных людей нового поколения. Смена мышления требует всестороннего подхода. Именно многогранный подход многих наук дает качественный результат. Не с одной стороны, так с другой результат будет гарантирован. В данной концепции используются методы и инструменты для решения вышеперечисленных задач и диалоги. Психология позитивного мышления Этология Наука об инстинктах Нейрофизиология Астропсихология Реинкарнационная гипнотерапия Именно реинкарнационная гипнотерапия или по-другому регрессология Ближе всего к тем тайнам, которые скрыты в глубине подсознания человека. И она может легко открыть доступ человеку к своим знаниям из прошлого, опыту и ресурсам. В дополнение к этому, это направление уникально тем, что оно позволяет человеку напрямую общаться с высшими духовными кураторами, которые его ведут по жизни и помогают в процессе жизни, даже если он в это не верит. Психология вкупо с этологией дает универсальные инструменты для работы со страхами и неуверенностью, которые сдерживают человека на пути достижения любых целей. Эти науки помогают многогранно познать себя и способствуют раскрытию любых внутренних ресурсов, способностей. Своих скрытых возможностей и талантов. Достижению любых несбыточных целей. Наука и астропсихология вне конкуренции. Она дает портрет человека и пути решения сложных задач, тянувшихся из прошлых жизней, в том числе, как человеку достичь гармонии с собой и окружающим миром. Именно сплав этих наук, психология, этология и нейрофизиология, астропсихология, знания высших законов мироздания и высшей справедливости, полноценно помогают заглянуть во все потаенные уголки человеческой личности, души и физических особенностей тела. И помочь человеку обрести главное – внутреннее спокойствие и баланс, сохранение энергии и силы для достижения своих целей и мечтаний. В данной идеологии познания себя и мироздания задействованы практически все инструменты, доступные людям на настоящий момент времени. Многие эти направления издавна зарекомендовали себя во все времена человечества. Современные направления психология, реинкарнационная гипнотерапия и астропсихология все больше набирают популярность. Люди все чаще прибегают к этим направлениям и получают быстрые результаты для улучшения своей жизни. Только в данной идеологии собраны в одном месте самые действенные и простые инструменты и методы. И главное – знание нового тысячелетия. Это как современная клиника со всеми врачами всех специальностей, пройдя которой получишь точную диагностику и далее пошаговый рецепт, что нужно делать в своей жизни и куда идти. Это не просто слова. Это подтверждают результаты тысяч людей, прошедших данные методы решения сложных жизненных задач, качественно улучшив свою жизнь по всем направлениям, душевное, физическое здоровье, отношения с людьми и с высшим организующим началом, финансовые сферы. Большинство этих людей вышли на свое предназначение, то есть они стали счастливы, несут свет, радость, гармонию и любовь в мир, делая его совершенней через себя. И главное, они стали свободными внутри. На основе чего будет происходить объединение всех людей? Сейчас в мире разрозненность людей происходит из-за нескольких моментов. Национализм, патриотизм и желание одной части населения быть свободным, выйти из-под гнета тех сил, которые наживаются и паразитируют на других. Кто-то считает, что национализм и патриотизм это хорошо, это выражение своей уникальности. Да, это так. В то же время эти принципы разъединяют людей и приводят к ворожде между людьми. Каждый мерится по одной вертикальной линейке, кто лучше. А мерить надо по самому себе. Но из прошлого. Тот же принцип вертикальной консолидации, иерархическая социальная лестница. Если люди выйдут на сознание эпохи Водолея, то их ждет другое сотрудничество. Тем самым свою идентичность и уникальность отстаивать нет смысла. Изначально в таких отношениях заложен принцип правенства и уважения. Кроме этого, самый весомый вклад внесут более структурированные знания высшего порядка, которые даны в настоящей идеологии в том числе. Закон единения пункт объединения всех людей. Первый момент. В данной идеологии приводятся закономерности, которые подтверждают высший закон реинкарнации души. Он гласит «Душа, придя в этот мир, сама выбирает для себя все условия данного воплощения. Тело, национальность, место и время рождения, родителей, друзей и врагов, главных учителей для прохождения своих уроков в жизни. У каждой души для каждого воплощения есть свое задание. Кому-то нужно научиться прощать, кому-то проявлять любовь и милосердие, кому-то победить гордыню или агрессию и так далее. И практически каждый человек в прошлых жизнях воплощался в разных странах, народах, пребывал в разных конфессиях и мировоззрениях, имел разный цвет кожи. С позиции этих знаний глупо и даже опасно иметь агрессию к другой национальности или народу. Если человек не успокоится в своей злобе на другие нации и народы, если он не примет других людей такими, какие они есть, то в будущих жизнях обязательно станет именно тем, кого ненавидит, для уравновешивания этого опыта, чтобы человек понял, что нельзя убивать соседнюю клетку одного организма космос. Убивая соседа, убиваем весь организм, а значит себя и часть Творца. Тут сделаю важную поправку. Как тогда относиться к людям, которые творят зло? В разделе закона гармония адекватное отношение к злу уже описывался четкий алгоритм. Но повторение другими словами всегда дает хороший результат. Если вы верите в карму, то ваш первый шаг на поступок злодея – внутри эмоциональная тиша благодать, чтобы не вносить свой энергетический вклад в энергетический дисбаланс, который ведет к утолщению деструктивной эгрегориальной оболочки вокруг Земли катаклизмам и воинам на планете. Второй шаг. Если негодяй сделал вам что-то плохое, поблагодарите его мысленно за урок. Карма, однако. Вы сами в прошлом создали сегодняшнюю ситуацию, а теперь пришло время платить по счетам. Третий шаг. Если действия злодея противоречат общечеловеческим законам, административным и уголовным, нужно привлечь его к ответственности, чтобы зло было остановлено. Закон единения пункт принятия. Осуждение. В разделе «Закон гармония» много говорилось о том, как вредит осуждение на энергоинформационном уровне планете и космосу. Это даже вреднее, чем агрессия и войны. Потому что человек своим недовольством, как живет соседняя клетка космоса, каждый день отравляет наше энергетическое пространство. Все это скапливается в энергетическую прослойку между Землей и высшими вибрационными слоями, что ухудшает связь человека с его личными духовными наставниками и космосом в целом. Именно энергия осуждения укрепляет эту прослойку, что сказывается на самочувствии каждого человека, на самочувствии планеты. Ей тяжело дышать. Из-за этого Земле периодически приходится делать разрядку в виде катаклизмов землетрясений, цунами, тайфунов и прочее. Каждому человеку важно понимать, что именно его мысли и реакции или усугубляют атмосферу и ситуацию на Земле, или улучшают. Выходите на позитивное мышление и возможностями, и всем нам будет счастье хорошо и гармонично жить рядом друг с другом. У вас улучшится событийный поток жизни. Земля задышит легко сама, приводя природу в порядок. Вселенная вздохнет с облегчением. Ей не нужно будет тратить столько ресурсов и энергии для выправления ситуации в нашей части галактики. Итак, переводим осуждение в понимание и принятие ситуации. Методика презумпция невиновности личности или плюс тысячу процентов к моей карме. Этапы работы. Поймать себя на мысли осуждения или другой негативной программы агрессия, раздражение, нетерпение, неприятие, злость. Проследить за своей эмоцией. Поймать эмоцию и чувства. Вы начинаете анализировать происходящее. Как я обидуюсь? Что происходит с телом? Какие мысли посещают? За что зацепило в этой ситуации? За что стало обидно? Производя анализ, вы диссоциируетесь. Ваши эмоции автоматически уходят на второй план. Это особенность нашего мозга, и ей нужно воспользоваться. Задать себе вопрос, зачем я так эмоционирую, реагирую? Какому результату меня это приведет? Я хочу решить эту задачу и не раскрутить еще больше. Здесь вы включаете осознанность. Стереть свою первоначальную программу осуждения. Например, «Ой, вырядилась на показ, опять мужиков завлекает». Повторить несколько раз в адрес этой фразы осуждения. «Стерто, стерто, стерто». Или «Отменяю». Сделать это через визуализацию воображения, как будто вы стираете ластиком или тряпочкой эти слова в пространстве. Попросить прощения у человека, в чей адрес была послана уничтожающая программа осуждения. Кстати, на месте осуждения можете оказаться и вы сами, например, с чувством вины. тогда к себе применяем тот же алгоритм. Дать поддержку человеку на тонком уровне, мысленно произнести «У тебя все получится, я в тебя верю» или «Я разрешаю тебе быть таким, какой ты есть». В этом есть глубинный замысел Творца. Практикуя это упражнение, вы становитесь подобием Творца, к которому стремятся все развивающиеся души. Он с нами так и поступает, разрешая нам ошибаться. Ведь только через свой опыт мы доходим до осознания, что так делать больше нельзя. Кроме этого, вы становитесь для человека психологическим спонсором, повышаете его вибрации и свои соответственно. Послать человеку благодарность за обучающий урок. Он у вас вызвал реакцию, но так и было задумано свыше. Ваша реакция спокойная, соответственно Вселенная вам ответит поощрением в той форме, какой вы хотите, даже если она не соответствует полезности для развития вашей души. Закон единения пункт поддержка Правильная поддержка детей. «У нее нет шансов», громко заявили обстоятельства. «Она неудачница», крикнули люди. «У нее все получится», тихо сказал «Творец». Сарказм и неверие перекрывают таланты своим близким. Будьте для своих детей настоящим подобием Творца. Для детей такая поддержка очень важна. Перестаньте перекрывать своими негативными мыслями, сомнениями, сарказмом и недоверием скрытые способности и таланты вашего ребенка. Когда-то я задавалась вопросом, почему мой язык немеет в прямом смысле этого слова перед некоторыми людьми, словно у меня пропадает дар речи. Я начинаю заикаться и двух слов связать не могу. А с кем-то могу говорить очень легко, и мудрость мысли сама выходит из моих уст. Я часто спрашиваю своих учеников, бывает ли с ними что-то подобное, и большая часть отвечает, что такое с ними случается сплошь и рядом. Меня очень заинтересовал этот вопрос, и я нашла ответ в теории торсионных полей. Например, если человек внутренне настроен на меня скептически и со злорадством, не верит в меня и постоянно сомневается, то происходит следующее. Его негативно настроенное торсионное поле, биополь, накладывается на моё, которое имеет в своей личности, а это прежде всего энергоинформационная структура, программу сомнения и неуверенности в своих способностях и талантах. Что в итоге получается? На энергоинформационном уровне один топит другого, к минусу прибавляется и ещё больше минус, то есть извне блокирует скрытые возможности. Когда же мудрая личность верит в своего близкого человека, да в любого человека, то она становится подобием спасательного круга для него и на тонком плане вибрационно придаёт ему силы. Тут же и у неуверенного открываются дополнительные возможности, способности и даже таланты. Он начинает легко говорить, как будто ручеек слов сомнётся. Как говорится, ларчик просто открывался. Верьте в людей, близких, особенно у детей, поддерживайте их, станьте для них психологическим спонсором, растите им крылья, и вселенная вам ответит тем же. Этому навыку вместо осуждения благодарить и поддерживать можно легко научиться. Закон единения – пункт единения с природой. Гармония с природой – это человек, который осознал свою связь с природой. Наедине с природой люди чувствуют это волшебство единения человека и космоса. Природа успокаивает ум, убирает суету в голове, возвращает к себе. Человек, который осознанно живет в гармонии с природой, чувствует, что у него начинают появляться свежие мысли, идеи, меняются ценности. И самое приятное, он полноценно наполняется энергией и силой. Пока ребенок маленький, он очень гармонично чувствует себя на природе. Бегает по лужам, ловит бабочек, копается в земле, собирает камушки, изучает жуков. У детей развита связь со Вселенной и тонким миром. А люди, которые сознательно выбрали для себя жизнь в близости к природе, уехали из городов. Такие люди меняются. В них просыпается их внутренний ребенок, открытый мир. Природа дает человеку те уроки, которые нужны именно ему. Такой человек мудреет. Мудрость это и есть интуитивное знание из прошлого, скрытое внутри человека и открывающееся в свой час. Наша цивилизация начала чувствовать свою потребность в природе, стала стремиться к ней. Для наших предков весь мир был живой и разумный. Городскому жителю это сложно принять. И сейчас встречаются полностью урбанизованные люди, которые совсем некомфортно чувствуют себя за пределами города. Наше подсознание обладает истинными знаниями о человеке, о его связи через природу с космосом. И налицо глубокий конфликт между сознанием и бессознательным, человеком и вселенной. И чем этот конфликт больше, тем люди становятся более управляемыми. Люди начинают делать ошибки, которые приводят к конфликтам, войнам и катаклизмам. Люди, которые долго живут в лесу, в горах, в степях, меняют свое отношение к природе, так как начинают замечать определенные законы, рационально необъяснимые. Изучая нечто во внешнем мире, мы вдруг обнаруживаем, что познали часть себя. И человек начинает чувствовать себя маленькой клеточкой большого организма и живет, подстраиваясь под природу, постигает смысл бытия, законы Вселенной и находит свое место в этом мире. Природа открывает понимание того, что мир состоит не только из материи, но еще и из энергии. Глубина нашего подсознания – это то, что мы называем как раз бессознательным, генетической памятью, интуицией. Это та сфера, где хранится огромный багаж информации и знаний, к которым мы пока не имеем доступа, потому что не имеем ключей, так как сознание землян только подтягивается к уровню четвертого измерения. На природе озарение и осознание раскрываются быстрее. Природа открывает глубины подсознания как человека, так и вселенского. На природе человек быстро заполняется энергией, как батарейка телефона. Восстанавливаются его структуры тонких тел и физическая оболочка. На природе происходит отвязка от деструктивных эгрегоров. Именно поэтому группы с алкой наркозависимыми уезжают в горы, в глушь. Окружающая среда очень сильно помогает отсоединиться от низшего астрала. Природа возвращает человека к целостности со всем сущим в космосе, даже если он этого не осознает логикой. Ему просто хорошо в этом оазисе гармонии. Именно природа учит нас тому, как должен питаться человек, который хочет жить осознанно и гармонично на нашей планете. Рекомендация простая в этом пункте соблюдения высшего закона. Бывайте чаще на природе и берегите ее. Закон свобода пункт свобода воли и свобода выбора Свобода один из основных законов мироздания наравне с законом развития и гармонии. Во все века была одна единственная борьба человека с обществом отвоевания личной свободы вовне. Это рабство, крепостное право, войны, семейная тирания, финансовая свобода. И, конечно, обретение внутренней свободы от страхов, всех условностей мнений социума, догм, оценки окружающих. Ой, а что подумает окружение, если моя дочь родит без мужа? Меня неправильно поймут, если я надену эту вызывающую коточку или ярко накрашусь. Кто из вас не мечтает стать свободным от многочисленных страхов, привязок к людям, вещам, материальному, от разного рода зависимости? Чтобы тебе по-хорошему было фиолетово, на все условности неадекватной догмы внешнего мира, а внутри всегда пребывали спокойные и радостные чувства? Главная ошибка человека – он ищет внешнюю свободу. Как думают люди под гнетом тирании, вот если бы человек, который рядом, правитель, руководитель, близкий, перестал бы быть тираном и давить, то я бы был свободным и счастливым. Думает бедный, вот если бы у меня было много денег, у меня бы не было проблем. Богатый думает, как найти время и быть свободным от нескончаемых дел, которые часто накрывают крышкой, забирая еще и внутреннюю гармонию, спокойствие и личную свободу. Конечно, каждый мечтает о том, чего ему не хватает жизни, но все мечтают о внутренней свободе, порой даже не задумываясь. Внешняя несвобода – это всегда средство внутренних установок и ограничений человека. И отстаивать внешнюю свободу без внутренней – это все равно, что срезать листочки сорняка, а корни оставить целыми. Законами раздания гласят внутреннее освобождение от ограничивающих программ вне зависимости от внешней среды и даже ограничивающего физического тела, изменяют внешние обстоятельства жизни. Все внешние перестройки идут изнутри. Человек в состоянии внутренней свободы – это полная реализация своего истинного «Я», своих способностей и талантов. Реализация контракта своей души, которую каждый заключил, придя сюда на землю. Реализация своей внутренней сути – это важнейшая потребность каждого живого существа. Человек в состоянии внутренней свободы не боится уйти с нелюбимой работы. Он легко пойдет работать туда, где он получает драйв от своего любимого дела. «Да, вначале могут быть трудности, но Вселенная максимально помогает тем, кто идет по своему золу души и везде на пути включает зеленый свет». Человек без страха того, что его уволят с работы, может сказать «нет» своему начальнику, который издевается или использует его в своих интересах. Опять же, все делается для вашего обучения и ваших реакций. Чем больше вы прогибаетесь и вскользаете от давления, тем больше на вас наезжают с разных сторон. Родитель без страха за свое чадо спокойно поставит на место учителя, который не прав в воспитании его ребенка, или расскажет свое видение ущербного обучения в школе на общем собрании. Военнослужащий без страха может сказать «нет», если приказ своего командира противоречит уголовным законам, например, в ситуации, когда отбирает половину зарплаты. Человеком, которого нельзя зацепить за какой-то страх, невозможно управлять и манипулировать. Хотите так жить? Предвижу вопрос «А что будет, если человек потеряет вообще страх и будет творить зло?» Те люди, кто еще живет под старым принципом, взаимодействуя с людьми только для своих выгод, из любой информации возьмут только то, что им выгодно по их мировоззрению и ценностям. Данные концепции для тех, кто уже на другом уровне осознанности и в первую очередь помогает духовно-нравственным людям, которых волнует вопрос о воплощении справедливости на всех уровнях взаимоотношений людей по социальной лестнице. Это концепция для взрослого сознания, для тех, кто сам готов к соблюдению всех законов мироздания без внешнего кнута земного уголовного права. Кроме этого, данная идеология приводит доказательства, что в реальности каждого человека соответственно и настоящий присутствует закон высшей справедливости, в простонародье называется карма. Это причинно-средственные связи, которые прослеживаются каждым человеком в его жизни. Зребой негативный или позитивный поступок рано или поздно приходит в счет. И когда человек это понимает и принимает, то он сам без контроля извне живет по законам справедливости высшего начала. Такой человек чужого не возьмет. Уважает свободу и выбор другого человека. Не лжет. Относится к людям с пониманием. Безусловно любит соседнюю клетку единого организма космос. Живет по критериям нового сознания человека эпохи водолей. Есть хорошее выражение у тех, кто уже живет по закону мироздания. Карма мне дороже. Ведь все, что делает человек сегодня, завтра возвратится ему столицей. И в самый неожиданный момент его жизни, как плохое, так и хорошее. Мы на земле жертвы или свободное существо? Помните, негативные мысли не ваши. Они вас провоцируют, чтобы вы производили корм для питания глобальных систем тонкого плана. Именно поэтому концепция идеологии утверждает, что нужно реагировать на все, что вас окружает спокойно, нейтрально, просто как набор некоторой информации, данной для какой-то цели. А у нас, как правило, смотрят новости, чтобы повозмущаться, поохать и поахать. Как только вы возмущаетесь, вас поймал на крючок низший астрал. Он из кожи вон едет, чтобы вызвать ваши негативные эмоции и снять энергетический потенциал, управляя структурами власти. Весь этот всемирный спектакль, что мы все в большой «Ж», только для этого. Посмотрите, как репортеры нагнетают обстановку в новостях через свою интонацию и голос. Чем больше покажут негатива, тем лучше репортаж удался. Вроде как гонится за рейтингом, на самом деле все гораздо глубже масштабней. Через телевизор и интернет идет откачка энергии человека, особенно в том случае, если вы негативно эмоционируете на увиденное. Важно помнить, что люди, которые работают на теневую астральную систему и исполняют их невидимые команды через мысленивших и крекеров, находятся в неведении. Нельзя винить людей, работающих в СМИ, госструктурах в их обслуживании. Винить вообще нельзя никого, но обслуживающему персоналу больше достается от народа на тонком плане. Все мы, люди на Земле, в той или иной степени управляемы через страхи этими низшими астральными структурами. Любой госслужащий, врач, воспитатель, учитель, чиновник, военнослужащий, выполняет из-за страхов наказания от системы те глупые и абсурдные распоряжения, которые иногда противоречат здравому смыслу и интересу больших масс людей. Да и президенты стран часто выпускают указы, которые в здравом рассудке трудно даже представить. Они в большей степени марионетки, и свободы у них вообще нет. Как справиться с этим теневым монстром? Людям вместо вражды и претензий друг к другу, а эти теневые структуры постоянно стравливают людей для того, чтобы питаться низкочастотными энергиями страха, нужно объединиться для одномоментного выхода из этого и Крэгра страха. Когда люди осознают, как ими управляют и, главное, кто, когда узнают, как выйти из страха, удерживающего под властью всех этих структур, вот тогда и произойдет чудо. И Грэгар мирового правительства, как реального, так и теневого астрального плана, рассыплется. Он потеряет силу управлять людьми, потому что человек без страха не за что зацепить. Остальные люди, которые обслуживали эти структуры, как бы проснутся от сна и, наконец-то, станут нормальными людьми, а не зомби, слепо выполняющими эти указания за привереги или за страх. Для этого нужна критическая масса людей с одинаковым мировоззрением и идеологией. И данная идеология подходит для этого наилучшим образом. У нас есть общая цель выйти из состояния жертвы в состояние автора нашей жизни и стать внутренне свободным. Для этого у нас есть все эффективные легкие инструменты для изменения негативного мышления и выхода из всех видов страха. И начинайте надо с малого, но очень значимого для астрального плана. Когда вы заэмоционировали в негодовании и пребываете в чувстве несправедливости этого мира, помните, что вы сразу подключаетесь к низшей системе отъема энергии жизненной силы. Учитесь спокойно реагировать на происходящее без негативных эмоций. Пока не умеете, переключите канал на ТВ и смотрите что-то позитивное, а лучше вообще не смотреть телевизор. Просто возмущение без изменения в реальности положения дел ничего, кроме ухудшения на энергоинформационном уровне, не несет. Хотите быть кормом дальнейших миров? Хотите больше агрессии в мире? Хотите больше война катаклизмов? Возмущайтесь и дальше. Но помните об ответственности, за которую получите по своим счетам. Если хотите другую жизнь для себя, своих потомков и человечества, тогда следуйте тем простым правилам, которые предложат данная концепция.